В воскресенье, 7 апреля, свой профессиональный праздник отмечают геологи. О том, как работают современные специалисты на Крайнем Севере и каких успехов добились, знает наша съемочная группа. Это самый старый образец, вот 1985 года. В этих колбах не только самые старые образцы нефтеместорождений «Ноябрьскнефтегаза», но и самые необычные. Вот, например, легкая нефть сутураминского месторождения золотиста-медового цвета. В коллекции геологов есть даже кусок древесины древней секвои, предполагают ему 35 миллионов лет. А это уже образцы породы, которую специалисты подняли с глубины от 2,5 до 4 километров. Вот эта порода, вот этот керн представляет собой песчаник. Вот в таком песчанике находится нефть. Геолог — это некий такой бородатый человек, который с кайлом ходит, по тайге нашел, какой-то камешек понюхал его и сказал, «Вот здесь нефть, вот здесь мы бурим». Это абсолютно не так. Это настолько рутинная работа. Ренат Габасов в геологии 35 лет. 21 год на производстве, 14 в науке. За время работы изучил и побывал фактически на всех месторождениях региона. Это как раз новая кустовая площадка, это Тарасовское месторождение на фоне подъемника ЛС-40. Вспоминает до современных систем. Карты рисовали вручную и раскрашивали карандашами. Сейчас работа автоматизирована, причем некоторые программы разрабатывали специалисты компании. Теперь на интерактивных картах нанесены не только действующие скважины месторождения, но и те, что будут бурить в ближайшее время. Здесь отображена карта нефтенасыщенных толщин. Как вы можете увидеть, у нас здесь нанесен фонд. Это пробуренные скважины, по которым мы можем посмотреть историю разработки, текущие параметры. Если честно, эта профессия, она совсем нелегкая. Нужно очень много всего знать. И в этой профессии, чтобы быть на хорошем уровне, это нужно постоянно учиться. В этом сложность, но это какие-то вызовы для себя. Вызовы и сложности в геологии приносят свои плоды. Так, в марте, благодаря новейшему системному подходу, скважины на Холмогорском месторождении стали добывать в 10 раз больше нефти. Теперь это 80 тонн. И это не предел. По результату данной скважины на Холмогорском месторождении в этом году планируется пробурить еще 5 боковых стволов с остаточными извлекаемыми запасами порядка 150 тысяч тонн. Сейчас у нас инициируется в рамках работы с коллегами два крупных проекта, именно в геолого-разведке. Это на Волонтойском участке. И большой проект также был сделан по Ачимовской толще. То есть это два достаточно перспективных и прорывных, с моей точки зрения, проекта, которые помогут поддерживать текущий уровень добычи и даже наращивать его. Современная геология не стоит на месте. Новые методы и технологии тут внедряют постоянно. Это электроразведка и геохимическая съемка. За каждым месторождением, за каждой тонной нефти стоит не один человек, а колоссальная команда специалистов «Газпромнефти». Юлия Левачева, Александр Паханов, Ноябрьск, 24.